Одно из наших величайших свидетельств состоит в том, что наш возлюбленный пророк, президент Томас С. Монсон, избранный слуга Господа, который следует примеру Спасителя, служит каждому человеку, одному за другим. Те из нас, кто вошел в воды крещения, вступили в завет делать то же самое. Мы заключили завет всегда помнить Спасителя и соблюдать заповеди Его. Он сказал, «Сияй, есть заповедь моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Обратите внимание, эти слова президента Монсона содержат тот же призыв. Вокруг нас есть множество людей, нуждающихся в нашем внимании, в нашем ободрении, в нашей поддержке, в нашем утешении и доброте. Мы руки Господа здесь на земле с мандатом служить Его детям и возвышать их. Это зависит от каждого от нас. Вняли ли вы этому призыву «любить друг друга»? Для некоторых служение или забота о каждом человеке, по примеру Спасителя, дается нелегко. Но со временем каждый из нас может стать подобно Спасителю, служа Божьим детям. Чтобы помочь нам сильнее любить друг друга, я предлагаю запомнить четыре слова. Сначала увидеть, потом служить. Почти 40 лет назад мы с мужем отправились в храм, где обычно бывали по пятницам. Мы поженились совсем недавно, и я нервничала, потому что всего лишь второй раз пришла в храм в качестве новобрачной. Это заметила сестра, сидевшая рядом. Она наклонилась и благоговейно прошептала, «Не волнуйтесь, я помогу вам». Мои страхи улетучились, и я смогла наслаждаться храмовой сессией. Она сначала увидела, потом служила. Нас всех призывают следовать учениям Иисуса и служить окружающим. Этот призыв распространяется не только на ангельских сестер. Когда я буду рассказывать о членах церкви, научившихся видеть и служить, «Подумайте, какие учения Иисуса иллюстрируют эти примеры». Шестилетний ребенок из первоначального общества сказал, «Когда меня выбрали помощником в классе, я мог предложить другу работать вместе со мной. Я выбрал мальчика, дразнившего меня, потому что его не выбирали другие. Я хотела сделать ему приятным». Что увидел этот ребенок? Он заметил, что этого классного задиру никто не выбирал. Что же он сделал, чтобы послужить? Он просто выбрал его, чтобы тот стал его другом и помощником в классе. Иисус сказал, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас». В одном приходе носители священства Ааронова сначала увидели потребность в служении и теперь эффективно служить. Каждую неделю юноши приходят рано утром и выстраиваются у дома собраний, в дождь, снег или в сильную жару, ожидая прибытия пожилых членов своего прихода. Они вынимают из машины инвалидные коляски и ходунки и, поддерживая крепкими руками садовласых пожилых людей, терпеливо сопровождают их здания. Они воистину выполняют свой долг перед Богом. Увидев потребности и начав служить, они являют живой пример учения Спасителя. Так как вы сделали это одному из их братьев моих, меньших, то сделали мне. С внедрением новых учебных материалов для молодежи эти юноши, несомненно, найдут дополнительные возможности для христианского служения. Увидеть потребности и служить не так просто. Это требует больших усилий. Одна вдохновенная молодая женщина по имени Александрия заметила, что ее кузина Мэдисон не может выполнить задания по программе совершенствования личности из-за того, что страдает аутизмом. Александрия, посоветовавшись со своими руководителями, вместе с девушками в приходе, решила сделать для Мэдди работу, которую та не могла выполнить самостоятельно. Каждая девушка выполнила за нее часть заданий и проектов по программе совершенствования личности, чтобы у Мэдди была возможность получить свой медальон. Эти молодые женщины будут с успехом выполнять материнские и сестринские обязанности в обществе милосердия, ибо они учатся видеть потребности и служить, проявляя милосердие. Президент Монсон наполнил нам, что милосердие – чистейшая, чистая любовь Христова, или другими словами, стремление увидеть и служить проявляется, когда пожилую вдову не забывает приглашать на мероприятия прихода, когда сестра, сидящая в классе, общество милосердия слышит слова «Идите сюда, садитесь с нами». Здесь применимо золотое правило «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, да поступайте и вы с ними». Соблюдающий заветы муж использовал две важные возможности для служения. Он вспоминает, «Однажды в воскресенье я помогал жене проводить занятия в классе первоначального общества, где было много непоседливых семилетних детей. В начале урока, соберемся вместе, я обратил внимание на девочку, которая ерзала на стуле, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Душ прошептал мне, что ее нужно успокоить, поэтому я подсел к ней, тихо спросил, что случилось. Она не ответила, и я стал тихо напевать ей. На уроке мы разучивали новую песню, и когда мы стали петь, и если сердцем слушаю, я голос слышу тот, я ощутил невероятный свет и тепло, наполнявшие мою душу. Я получил личное свидетельство о любви нашего Спасителя к ней и ко мне. Я осознал, что мы – руки Спасителя, если служим каждому человеку в отдельности. Мало того, что этот брат с крестьянскими качествами заметил, что его жене требуется помощь на уроке с непоседливыми детьми, он еще и послужил нуждавшемуся в поддержке ребенку. Он следовал Спасителю, который учил. «Дела, которые вы видели, я совершал, вы также должны совершать». Недавнее наводнение открыло для учеников Иисуса Христа множество возможностей сначала увидеть, а потом служить. Мужчины, женщины, подростки и дети, увидев разрушенные предприятия и дома, бросили все свои дела и помогали с уборкой и ремонтом поврежденных зданий. Некоторые увидели, что требуется большая помощь со стирской. Другие тщательно протирали фотографии, юридические документы, письма и другие важные бумаги, а затем аккуратно развешивали их, чтобы высушить и сохранить. Стремления увидеть и потом служить не всегда совпадают с нашим личным расписанием. Нет лучшего места, где можно сначала увидеть потребности, а потом служить, чем наши семьи. Это иллюстрирует пример из жизни старейшина Ричарда Скотта. Цитата. Однажды ночью наш маленький сын Ричард, с которым были проблемы с сердцем, проснулся и расплакался. Обычно моя жена всегда вставала, чтобы позаботиться о плачущем малыше. На сей раз я сказал, я позабочусь о нем. Из-за проблем со здоровьем, его маленькое сердечко начинало сильно биться, когда он плакал. У него начиналась рвота, после чего нам приходилось менять постельное белье. «Той ночью я бережно прижал своего малыша к себе, пытаясь успокоить его колотящееся сердечко и утешить его, пока я меняю ему одежду и постельное белье. Я держал его на руках, пока он не заснул. Тогда я не знал, что спустя несколько месяцев он умрет. Я никогда не забуду ту ночь, когда держал его на руках». Иисус сказал, «Кто хочет между вами быть большими, да будет вам слугою». Иногда мы испытываем желание служить так, как мы хотим, а не так, как требуется в данный момент. Когда старейшина Роберт Хеллс учил принципу бережливого образа жизни, он привел пример о покупке подарка для жены. Она спросила, «Ты покупаешь это для меня или для себя?» Если мы применим этот вопрос к своему служению и спросим себя, «Я делаю это для Спасителя или для себя?» Наше служение будет больше похожим на служение Спасителя. Спаситель спросил, «Чего вы хотите от меня?» И нам следует поступать так же. Несколько недель назад я очень спешила и была измотана из-за огромного количества дел. В тот день я надеялась пойти в храм, но поняла, что у меня не хватит времени. Как только у меня возникла мысль, что я слишком занята для служения в храме, мне стало ясно, что нужно делать. Я вышла из кабинета и пошла в храм Сотлэк Сити, задаваясь вопросом, «Как же я сумею навестать это время?» К счастью, Господь терпелив и милосерден. В тот день Он преподал мне прекрасный урок. Когда я сидела в зале, до начала сессии, молодая сестра наклонилась ко мне и благоговейно прошептала, «Я очень волнуюсь. Я всего второй раз в храме. Вы не могли бы помочь мне?» Как она могла узнать, что именно эти слова мне и нужно было услышать? Она не знала, но Небесный Отец знал. Он увидел мою величайшую потребность. Мне нужно было служить. Он побудил эту скромную молодую сестру послужить мне, пригласив меня послужить ей. Уверяю вас, именно мне это пошло на пользу больше всего. Я глубоко благодарна многим людям, обладающим качествами, подобными Христовым, которые служили нашей семье многие годы. Я выражаю сердечную благодарность моему возлюбленному мужу и семье. Они служат бескорыстно и с огромной любовью. Будем же все мы стремиться сначала увидеть, потом служить. Поступая так, мы соблюдаем заветы, и наше служение, как и служение президента Монсона, будет подтверждением нашего ученичества. Я знаю, что Спаситель жив. Его искупление дает нам возможность жить по Его учениям. Президент Монсон – наш современный пророк. Во имя Иисуса Христа. Аминь.